Привет, друзья мои! Хочу сегодня поговорить с вами про полезнейшую функцию DaVinci Resolve Color Warpher. Это мега штука, которая появилась в DaVinci, когда она меня жутко удивила и очень порадовала. Это инструмент, который позволяет вам одним нажатием мышки творить чудеса в цветокоррекции. Ну, на самом деле, не все так, конечно, шоколадно, но, в общем-то, грубо говоря, это так. Это действительно очень быстрый, очень удобный и очень легко используемый инструмент. И вот я сегодня хочу копнуть его немножко поглубже, потому что, если вдруг вы его еще не используете, тогда я иду к вам, потому что это мне жутко нравится. Итак, побежали в DaVinci, разберем повнимательнее Color Warpher. Начнем сразу же со вкладки Color, в которой живет Color Warpher. Вот его иконка и вот его визуализация. На самом деле, сразу скажу, что визуализация его очень похожа на вектороскоп, который я специально открыл рядышком, чтобы вы понимали, что визуализировать в Color Warpher можно так же, как и на вектороскопе. Откроем немного цветную картинку и вы сразу же видите, что есть вектор теплый и вектор холодный. Вектороскоп показывает нам цвета и смотрите, вот они же на Color Warpher. Итак, сначала, как вообще, что такое Color Warpher? Color Warpher позволяет работать вам с насыщенностью, оттенком и яркостью сигнала. То есть, он позволяет вам, не переходя глубоко в настройки цвета, что-то с ним делать очень легко и просто. Работает Color Warpher примерно так же, как кривые. Если вы включите, допустим, кривые и выбирая какой-либо цвет, ну вот, например, там синенький цвет мы выберем и работаем с синеньким цветом. Но работаем только в одном диапазоне. Мы сейчас работаем с оттенком цвета. Чтобы нам поработать с другими параметрами цвета, переходим, допустим, Hue vs. Luminous и работаем с яркостью этого цвета отдельно. И точно так же Hue vs. Saturation отдельно работаем с насыщенностью. Насыщенность 0, насыщенность 100%. Hue vs. Hue работаем с оттенком. Окей, сбросим все наши коррекции и перейдем в Color Warpher. Смотрите, ребят, при нажатии одной всего лишь кнопочки мыши мы можем работать и с оттенком, и с насыщенностью. И двигая просто точку нашего цвета туда, куда нам нужно. Если мы двигаем ее от центра к краю, мы работаем с насыщенностью нашего цвета. Грубо говоря, цвета расположены у нас по кругу. В середине точка белого. Соответственно, если мы двигаем по кругу нашу точку, мы проходим по всему цветовому кругу и можем работать с оттенком. Если же мы хотим поработать с Luma отдельно, мы можем ползунок Luma крутить при нашем таком желании. Окей, сбросим коррекции. Теперь, чтобы вы тоже точнее понимали, как этот инструмент работает, я возьму черно-белую картинку с сигналом от 0 до 100. И попробуем покрутить, например, синий цвет. Смотрите, чудо, ничего не меняется. Пробуем крутить красный цвет, ничего не меняется. Зеленый, то же самое. Удивительно, правда? Ничего удивительного, потому что на этой картинке у нас есть градации только лишь белого цвета. Белый у нас это центральная точка. То есть у нас есть белый в 100% яркости и белый в 0% яркости. То есть это все белый цвет. Черный это тоже в данном случае белый цвет. Поэтому, если мы подтянем центральную точку, то мы будем уже работать с нашим белым цветом. Далее, чтобы вы тоже понимали, как работает Color Warper, мы сделали цвет наш фиолетовый. Но если мы хотим продолжать с этим цветом работать, мы создаем новую ноду Alt-S. И теперь уже Color Warper будет нулем считать совсем не это. Теперь у нас любая точка, которую мы возьмем, это будет оттенок этого фиолетового. И теперь мы работаем с ним, ребят. То есть мы можем его перекрасить в какой-нибудь другой цвет. Итак, вы, в общем, примерно понимаете, как он теперь работает. Далее, по инструментам. Ну, во-первых, давайте по возможностям, по настройкам Color Warper. Потому что панелька, которая открывается возле него, позволяет вам работать более точно с вашими, так сказать, точками. Если можно их так назвать. Здесь можно добавлять, убирать точки. Если вы, ну, давайте возьмем монохромную картинку. Или давайте какую-нибудь, чтобы сразу было более понятно. Вот цветочек возьмем. Тут у нас всего несколько цветов, поэтому будет работать просто. Смотрите, на вектроскопе все разбросано в одну сторону. Все в тепленьком. То есть у нас в холод вообще ничего не кинуто. Ну, ничего страшного. В данном случае не принципиально. Итак, выбирая какую-либо точку. Вот мы выбрали желтенький. Вот он у нас есть. Ну, естественно, мы цепляем цвета. Как не цеплять соседние цвета, я сейчас тоже об этом отдельно поговорю. Ну, вы понимаете, что точку мы эту захватили. Далее. Если мы хотим поработать с насыщенностью этого именно цвета, да, с линией насыщенности, мы можем добавить линия. Select Pin колонну. То есть выделить всю колонну. И теперь мы работаем со всей колонной одновременно. То есть смещая ее в другие плоскости, мы работаем с ней целиком. Ежели мы хотим поработать с кругом, то есть, грубо говоря, насыщенностью определенного уровня, то мы выбираем круговую, скажем так, линковку и работаем со всем кругом вместе. Дальше. Тут вы можете инверсировать ваше выделение. Во-первых, вы можете выделять еще и мышкой. С кнопкой Command вы можете выделять еще в других областях, не сбрасывая предыдущее выделение. Также вы можете танцевать, грубо говоря, от одной выделенной точки. Вот выделяем какую-нибудь точку. И можем мы либо стягивать точки, либо растягивать точки. Если мы говорим «стягивать точки», и мы можем стягивать точки к выделенной нами точке. Либо наоборот. Выделяем цвет и растягиваем точки. Вот таким вот образом. Далее. Что мы делаем, если у нас происходит вот такая история? Я хочу работать с желтыми цветочками. Сбросим все. Я хочу работать с желтыми цветочками. Но если я начну тянуть точку, которую я выделил на желтых цветочках, у меня тянется вообще все вокруг. Для этого есть у нас, грубо говоря, точность работы с Color Warper. В данном случае у нас амплитуда в 6 шагов. Мы имеем амплитуду 8, 12, 16 и 24. 24 – самая точная настройка. Дальше. Еще один момент. Вы имеете возможность настроить отдельно количество шагов по яркости и по насыщенности. Если вы нажмете Link, то меняться настройки будут синхронно. Давайте поменяем вот так вот. Давайте залинкуем их. Итак, теперь, когда я выделяю желтый цвет и пытаюсь крутить мою выделенную точку в желтый цвет, как вы видите, я не так сильно цепляю соседние цвета. То есть, естественно, все можно зацепить, но тем не менее, когда я работаю с точкой желтенького, красный не так сильно цепляется, как видите. Если мы с Saturation работаем, то мы практически не цепляем соседние цвета. Вот так вот. Чтобы вы понимали, что точность настройки иногда нужно поднимать, а иногда нужно и загрублять. То есть, допустим, давайте попробуем сделать максималочку в данном случае. Вот мы выделяем фиолетовый и начинаем работать. Смотрите, у меня далеко не весь цветочек выделился. Вы видите, да, что у меня края остались необработанными. Поэтому 24 точность, мне не нужна. 12, ну давайте попробуем 12, сбросим коррекцию, попробуем 12. Ну, вот так вот. 12 тоже мне не нравится. Давайте попробуем на 6. Выделим цвет. И поползем. Вот здесь вот теперь уже видно, что мы цепляем весь цветочек. Если я его сейчас утащу в синий цвет, вы это заметите. Вот так вот. Так что, ребят, понимайте, насколько точно вам нужно работать с цветами. Иногда не нужно задирать до максимума. Далее. На панели инструментов у нас есть ползунок Range. В Range вы можете просто выделить цвет, с которым вы хотите работать. Точно так же, как вы можете сделать это, выделяя на кривых, вы можете выделить это и в Color Warpher. Я, допустим, хочу работать сейчас с красным цветом. Выделяю красный цвет. Вот так вот. И, как вы видите, я выделил все по красному. Ну, тут, правда, по синему сложно было бы выделить. Здесь синего ничего нет. Но, тем не менее, сейчас я работаю с выделенными мною цветами. Как по Saturation, так и по насыщенности и так далее. Окей. Когда вы выделили какой-нибудь цвет, вы можете работать еще более точными настройками в трех диапазонах. Hue, Saturation, Luma. Давайте попробуем. Теперь, когда у нас точка выделена, мы работаем, например, с яркостным сигналом. И покрутим ползунок Luma. Как вы видите, это работает достаточно неплохо. Давайте задерем Luminance. Очень неплохо, ребят. Вот очень неплохо. Смотрите, работает только в своем цветовом диапазоне. То есть, вы можете поднять яркость определенного цвета очень даже неплохо. Очень. Давайте попробуем Saturation. Ну, тоже, в общем-то, попадает достаточно хорошо сейчас. Достаточно неплохо попадает. И, включая перышко, вы включаете более точную настройку. И точно так же, как крутить сам ползунок, вы можете крутить и брать за цифру и тянуть цифру. Будет такой же самый результат, как за ползунок. Окей. И Hue. Смотрите, ребят. Четко в своем диапазоне насыщенности мы проходим полностью весь цветовой круг. То есть, мы сейчас работаем только с Hue. Мы не цепляем сейчас ни Saturation, ни Luminance. Да? Прикольно. Итак, вы понимаете, что можно теперь достаточно точно работать с определенным цветом. Ну, и давайте вот возьмем опять, вернемся к простенькой картинке. Посмотрим, как это работает. Чтобы было явно видно эффект. Итак, у нас, по сути, здесь три цвета. Ну, четыре, если считать белый. И давайте начнем с синего. Выделяем синий. Меняем синий. Все очень просто. Поменяем на зеленый. Не проблема. Теперь, смотрите. Вот теперь два цвета, которые у нас остались. Это цвет лица розовенький и желтый. Вот они явно в этом диапазоне шести точек. Уже будет им мало. Давайте попробуем. Работаем с желтым. Выделяем его. И ползем куда-нибудь. Да, как я и говорил. Смотрите. У нас цепляется, естественно, соседний цвет. Потому что он очень даже близко. Давайте попробуем поднастроить теперь более точно. Включим градацию 24. Выделяем желтый. Как, в общем-то, и следовало ожидать. Все получилось очень неплохо. И когда мы выделяем лицом, мы не цепляем соседний цвет. Чудно замечательно. То есть, в общем, очень даже просто и очень даже легко. Так что, ребят, вы как видите, мы сейчас, нажимая всего лишь один раз мышкой на каждый цвет, можем менять легко его параметры. Инструмент очень простой. И как простой инструмент, не всегда он попадает очень хорошо и очень точно. Но вы понимаете, что работать с ним достаточно просто. Смотрите. Быстро и просто. Если работать с ним мягко, если не фанатеть, когда вы работаете с этим инструментом, то вы можете добиться отличных результатов, понимая, как он работает. Надеюсь, я рассказал это достаточно точно. Вот, ребятки, вот такими двумя движениями мы смогли сделать такую свемовскую картинку по цвету. Вот, смотрите, два нажатия мышки. Все. Вот так вот. Свемовская картинка. Ну, естественно, у нас полетели зеленые отблески, но они в волосах и были. Потому что, если сбросить коррекцию, то вы можете увидеть, что там все и было зеленое. Единственное, стало более грубо. Я вас уверяю, если вы немного повозитесь с этим инструментом, вы можете быстро и просто делать достаточно классные вещи. Вот, например, вот так вот. Ну, ребят, еще раз скажу. Инструмент простой, поэтому, чтобы он работал точно, вам нужно все-таки покрутить иногда дополнительные параметры. Не ждите чуда. И чем больше вы практики с ним будете иметь, тем легче он будет вам поддаваться. То есть, тут все очень просто. Вы поймете, как его применять, когда начнете его применять. Потому что Color Warper действительно чудо-инструмент. Я просто, реально просто в восторге. Потому что он очень сильно экономит время. И это одно из самых больших открытий в DaVinci 18 версии. Это именно Color Warper. Надеюсь, сегодняшний видосик вам понравился. Буду рад любому фидбэку. Подписывайтесь, оставайтесь на канале. Пишите комменты, донатьте, если вам помогло это видео. Буду рад взаимодействовать с вами и пообсуждать. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием поотвечаю на них. Поэтому всегда с вами Сергей Блинов на VideoZoneXL. До встречи, ребят. До воскресенья. Пока.